Ну, учитывая огромные цены на парковку, приходится куда деваться. Владимир, мастер парковаться бесплатно за несколько лет обучения в университете в центре Казани, узнал обо всех парковках, а также обо всех уловках, которые можно применять, чтобы не платить за оставленный автомобиль. Ну, способов много. У многих стоят номерные рамки, которые можно просто снять на магнитах. У меня, как видите, они просто прикручены, поэтому я придумываю разные способы. Бумагой закрыть, с визиткой банально одну букву закрыть. Можно залепить снегом. Способы разнообразны, как говорится, кто на что гораст. Проехав по центру, может показаться, что вдоль улиц расположился автосалон с новыми автомобилями без номеров. И таких, кстати, львиная доля. Очень уж популярны стали номера на магнитах. Отмечается, что новая камера в принципе должна перехитрить водителей, которые любят, например, снимать номера или закрывать их бумагой. Камера будет фиксировать автомобиль еще на подъезде к парковке. Таким образом, власти города рассчитывают призвать водителей к ответственности для понимания. Один час парковки стоит 70 рублей. Взяв среднестатистический рабочий день 8 часов, получается 560 рублей в сутки. А в месяц это свыше 10 тысяч рублей только с одного автомобилиста. По понятным причинам места, где уже установлены новые камеры-ловушки и как они вообще выглядят, чиновники не сообщают. Информацию на время испытаний держат в тайне. Мы фиксируем одну из камер, одним из типов камер, каждое парковочное место в определенный режим времени. То есть, если в данный момент сейчас у нас на платном парковочном пространстве каждые 15 минут идет фиксация автомобильными комплексами, то здесь стационарная камера будет фиксировать в режиме одна фотография в минуту каждого парковочного места. Идею установить новые камеры и, наконец, найти управу на хитрых водителей поддержали и казанские автоэксперты. Они напоминают автовладельцам центр города не резиновые. Такие парковки предназначены в первую очередь на кратковременные визиты, а не на целый рабочий день. Система работает не в форме визита в центр города, когда мы приезжаем, любой автомобилист Казани может приехать туда по своим делам, заплатив небольшую сумму денег, оставить свой автомобиль гарантированно на платной парковке и не беспокоиться о его судьбе. А приходится играть в лотерею, попадешь не попадешь. Причем вторая группа участников в этой игре, люди, которые нарушают закон. И первые восемь нарушителей уже найдены. Тестовый вариант начинает показывать свою эффективность. Очень скоро, как отмечают разработчики, нейросети в новых камерах смогут за секунду распознавать практически 90% неправильно припаркованных автомобилей.